Области козел у города Коза. Это я о животных, изображенных на соответствующих гербах. Здравствуйте, вы смотрите Город Эсс, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня Александр Никифорович Завальный, главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры. Ничего не напутало? Здравствуйте. Александр Никифорович, мы сегодня с вами говорим о символике, которая присуща нашему городу, нашей области. И вообще, что входит в символику? О каких вещах мы говорим? К символам региона традиционно относятся герб, флаг, гимн. Давайте сегодня поговорим, учитывая формат передачи. Поговорим о гербе города Самары и о флаге города Самары. Идет? Отлично. Замечательно. Итак, впервые герб Самары, вот та самая коза, которая часто путается с козлом, появилась в знаменном гербовнике 1729-1730 год. Что это такое? Это большая толстая книга, в которой были изображены знамена для полков русской армии. Полки дислоцировались в городах. Следовательно, полк, около города, должен на знамени был нести изображение герба города. Но поскольку в России было очень много городов, небольших городов, таких как Самары, напоминающуюся тогда деревню, они не имели очень много городов, просто не имели гербы. И городическая контора разослала по уездам, по провинциям своеобразную анкету с просьбой ответить, какими достопримечательностями обладает тот или иной город, тот или иной населенный пункт. И, видимо, самарцы послали довольно обширный список. Потому что первоначально герб планировался такой. Могильные холмы, зеленые, и знак серы. Холмы как место вот таких захоронений, как признак древней истории. И знак серы, символ того, что здесь добывался вот этот вот полезное ископаемое. Однако победила, победила козочка, символ вольных степей. И, собственно говоря, козы в Самаре еще в 1920-е годы спокойно бродили по городу, заходили даже на некоторые предприятия и были очень родными и близкими каждому самарцу. Итак, вот в этом самом знаменном гербовнике 29-го, 1730-го года, артиллерийский сержант Александр Черков изобразил первый герб нашего города. Коза там напоминала бультерьеры, стояла на зеленой травке, фон был голубой, но подпись не оставляла сомнений. Коза белая, дикая, в зеленой траве, в голубом фоне. Значит, будем считать, что это была коза. В 1780-м году Самара становится уездным городом Сибирского наместничества, позднее губерния. Следовательно, нужно было подтвердить уездный герб. Уже на щите появляется та же самая коза, но обросшая длинной шерстью, но надпись та же самая, коза белая, дикая, стоящая на траве, в голубом поле. Екатерина II посчитала неуместно менять герб, видимо, предложения были, и оставила как раз ту же самую козочку. А козы действительно белые ходили? Козы белые, кстати, криведы самарские все время, ну это же сайгак, ну это вот разные варианты. Дело в том, что в Геральдике обозначение важнее изображения. То есть написано, коза белый, дикая, ты можешь изображать ее по-разному. Даже если вообще в природе такого не существует, как, например, какой-нибудь единорог, то все равно его изображаешь. Или какое-нибудь фантастическое животное типа Василийской. Каждый рисует по-своему. Поэтому то, что менялось изображение козы, то, что она была с шерстью, потом без шерсти, потом опять с шерстью, в этом вот нет ничего удивительного. 1851 год. Самара становится центром большой губернии. Что нужно? Нужно опять подтвердить Герр. Город тоже становится губернским. И тут Лев Перовский, министр внутренних дел, предлагает сенату и государю. Давайте сделаем для Самары другую герр. Ну, что-то коза, коза. И предложил. Велообразный голубой крест, то есть вот идет такая голубая полоса вверх, потом расходится. Символизирует слияние рек Волги и Самары. Посередине рог изобилий, с которого сыпятся золотые монеты. А слева и справа пшеница. Золотые снобы пшеница, благодаря которым как раз Самара имела право изображать вот этот рог изобилия после удачной торговли. Но сенат посоветовал царю негоже менять герб и предложил оставить все-таки старый. Николай I подумал и согласился. Отец нашей Самарской губернии повелел оставить прежний герб. Коза стала уже изящной, действительно похожа на Сайгака. Вот такой, который мы сегодня видим везде, начиная от мэрии и кончая трамваями. Но, значит, коза, кроме того, что расположилась на щите, сверху она получила еще большую императорскую корону. Символ того, что город стал губернским центром. Город стал губернским центром. И в таком виде, в общем-то, она просуществовала до 1917 года. В середине 19 века барон Кене, который реформировал российскую геральдику, и пытался ее причесать в соответствии с европейским правилам, потому что бардак был жуткий, наверное, как и везде тогда в российской жизни, должен быть, должна была особь мужского пола. То есть, не коза, а козел. Никакой травки внизу. Просто на голубом поле козел. И он подготовил, видимо, варианты. И для губернии, и для города. Но разница была в том, что губернский герб, в отличие от городского, он еще обрамлялся венком. Золотой венок, дубовые листья, перевитые андреевские ленты. Лента голубая, это высшая ордена Российской империи, Андрея Первозванного. Но получилось так, что в 1851 году мы утвердили вот эту городскую козочку. Губенский герб был утвержден в 1878 году Александром II, а до городского реформированного герба так дело и не дошло. Потом барон умер, потом забыли. И к 1917 году мы пришли с козлом и с козой. Козел губенский, козочка городская. Но вот немногие об этом знают, вот горожане, люди, которые живут там в области, в городе, для них, по-моему, все равно, что козел, что коза, разницы никакой. Не надо, вы посмотрите на городской герб, там четко видно, что это козел. Вопрос, кстати, обсуждался, когда принимали в 90-е годы вариант, как надо больше быть. В советские времена, естественно, никаких традиционных гербов не употребляли. К 400 лет Самары, 400 лет, это было в 1986 году. Так, правильно? 1586? Да. В 1686 году решили все-таки разработать какой-то символ города. Красный фон, паниковский, с губисям. Внизу там шестеренка, волка, где-то маханька, маханька, такая козочка. Но не прижилось, ну не прижилось, не прижилось. Потом часто стали использовать вот того самого кавказского козла, который изображен на здании драмтеатра. Там был нормальный козел, нормальный. Но кавказская бригада в 70-е годы, когда ремонтировала, сбила с фасада вот этого самого козла, вынуждена была потом по требованию властей восстановить, что мы его сделали. Ну, все-таки, это же памятник архитектуры, давайте восстанавливайте. Ну, а как? Они восстановили по образу и подобию тех козлов, которые видели у себя на Кавказе. Поэтому там с загнутыми рогами, другой. И после этого решили, что да, нужно все-таки Самарский герб его восстановить, и вот до сих пор мы его восстанавливаем. Нигде не сохранилось того вот изначального изображения? Последний толковый был сбит на здание юности универмага, это Молдогвардейская. Сохранилось на пожарке, знаменитая старая пожарка, там где улица у нас какая, Осипенко, ну вот этот вот драмай поворачивает. И, если еще не снесли, напротив филармонии здание земской управы, там изображение тоже. Ну, кое-где непонятно, невнятно, действительно, когда она скульптурная, козел это или коза, когда графическое изображение или живописное, там вопросы отпадают. И вот 90-е, начало 90-х годов, перестройка, и губернские власти, и городские все-таки решили, как надо возрождать наше историко-культурное наследие, были созданы комиссии, были бурные обсуждения, предлагались разные варианты для городского и для губернского герба, там всякие шестеренки, и козу, значит, молоточками всякими, там орнаментом сделать вокруг козы, и во сколько это вот город наш промышленный, там какие-то трубы еще. Ну, в конце концов, историки настояли на том, что нужно возрождать старые гербы. Не придумывать, а возрождать, как это было в 1851 году, не сочинять новый герб, а просто оставить вот этот старый. И Константин Алексеевич Титов тогда, Владимир Семенович Мокрый, которые входили в эту комиссию, поддержали историков, и в результате в губернии появился козел, а параллельно шел процесс городской администрации. Там восстановили старый самарский герб. Но, но, постеснялись, это был 92-й год, постеснялись корону. Ну, как же тут корону, ну, что ж, ну, тут республика, федерация. А потом, ничего, прошло время, в 98-м году восстановили в полном объеме, городская дума утвердила. Москва к нам прицепилась, Питер к нам прицепилась. Там создались героидические всякие советы, которые, в общем-то, зарабатывали деньги на том, что разрабатывали новые гербы и дорабатывали старые. Мы говорим, дорабатывать нам ничего не нужно, у нас все есть. Да нет, говорят. Вот у вас опять-таки корона. А у нас же, говорит, сейчас орел-то без короны. Мучили нас несколько месяцев, пока, в конце концов, в российском гербе не появились опять три короны, они отстали. Потом, говорят, вот у вас, говорит, лента-то голубая, орден-то Андрей Первозванного. У нас же нет такого ордена. Но несколько месяцев мучили, пока Путин не вел орден Андрею Первозванного. исследуемся. Теперь они говорят, берите дубовые листочки. Ну, слава Богу, все губернаторы, которые были с пониманием, отнеслись, поэтому мы, пока нам удается сохранять то наследие, которое мы получили от наших предков. Александр Кифорович, зачем городам гербы и могут ли они или должны ли они стать вот такими, ну, лейблами, что ли? То есть, может быть, нам чаще их использовать на каких-то, я не знаю, на школьных тетрадях, еще где-то. То есть, дети, чтобы тоже понимали и знали. Мы предлагали приводить 1 сентября, ну, 2-го, 3-го в первые школьные нового учебного года, в первые школьные дни, обязательно уроки, посвященные символу Самарского региона. Обязательно. Причем, сейчас же все районы, все города обзавелись своими гербами, но это отдельный разговор, там очень много вопросов, хотя есть очень хорошие достойные гербы, здесь можно назвать город Октябрьск, город Кенель, но есть гербы, которые просто напоминают этикетки от того или иного напитка. Обязательно проводить в школах, причем, если занятие проходит где-то в районе, рассказать о гербе района, рассказать о гербе губернского центра, о гербе губернии. Школьники, безусловно, так же, как и все самарцы, должны иметь элементарное хотя бы представление о том, что изображено на гербе их населенного пункта и на гербе губернии. Что касается знамени, знамени для революции не было, не было традиции городам иметь знамена. Ну, думаю, как и как, все-таки, где-то появился там в одном регионе флаг, губернии, флаг города, но решили, ну, давайте пусть будет флаг Самары, флаг будет Самарской губернии. Каким он быть? Какая расцветка? Опять-таки, историки предложили взять три цвета, белый, синий, красный. Но в России, белый, синий, красный, вот потом, в том порядке, который я перечислил, сверху вниз, это расцветка российского флага. Расцветка Самарского флага, она немножко другая. Красная сверху, белая и синий внизу. Почему? Потому что за основу мы предложили взять Самарское знамя, знаменитое Самарское знамя, история которой уходит в 70-е годы XIX века. В 76-м году, в апреле, вспыхнуло восстание в Болгарии, которая была порабощена тогда турецкими завоевателями. Через несколько месяцев восстали другие балканские, объявили турцы-балканские народы войну. Подключилась и Сербия, и Черногория. Но вот болгары, которые были порабощены, вот Сербия уже была независима тогда, были порабощены, конечно, вызвали наибольший отклик в сердцах жителей России. Стали создаваться славянские комитеты, сбор денег начался, теплых вещей. То есть по русской чистой традиции поможем ребятам, чем можем, всем миром. И вот самарцы, Самарская городская дума решила, давайте, говорит, мы болгарам, кроме той помощи, которую самарцы оказывают, мы еще сошьем для них знамя, как символ поддержки от имени и Самары, и всего русского народа. И здесь интересный момент. Кто выступил инициатором, сложно сказать, традиционно считается, что это был Петр Владимирович Алабин, впоследствии городской голова. Но листая как-то старые самарские газеты 80-х годов, я наткнулся на утверждение, что инициатором все-таки выступила его жена. Но будем считать, что они оба были причастны к великому семейной инициативе. Так или иначе, гласные с большим энтузиазмом поддержали это предложение, поручили художнику Николаю Симакову изготовить эскиз знамени. Вот он взял эти три цвета, причем эти три цвета считались славянскими в те времена. И ссылка на что была? Кроме России, три эти цвета имели флаги Сербии, Черногории, Чехии и даже Болгария первоначально был тот же самый колер красный, белый, синий, потом они синий заменили на зеленый. Итак, знамя, эскиз был сделан. На одной стороне в Черном кресте с византийскими арабесками были изображены первоучители славянские Кирилл и Мефодий, святые имена и для болгар, и для русских. А на другой стороне такой же крест и была икона Иверской Божьей Матери. Поскольку в Самаре был, во-первых, монастырь Иверской Божьей Матери, список с иконой, и самое главное, монахини монастыря безвозмездно вышли это знамя. Поэтому вот этот самарский символ, общий славянский Кирилл и Мефодий и чисто самарские иконы Иверской Божьей Матери, конечно, это очень большая смысловая нагрузка. Знамя было близко и дорого, наверное, каждому самарцу, когда его первый раз освящали в Волге. Огромные толпы народа со слезами на глазах сопровождали это действие. Затем второе освящение было, когда делегация, делегация, в которую вошли городской голова тогда Ефим Кожевников и Петр Алабин. Повезли это знамя в Москву. В Москве был накрыт могила митрополита Алексия, того самого покровителя Самары знаменитая. Знамя там осветили еще раз. И, наконец, его привезли в лагерь, где формировалось болгарское ополчение. Румынский город Плаешти, 1877 год. Что такое было болгарское ополчение? Это были добровольцы, в основном молодежь, болгарские ребята, которые горели с желанием сражаться за независимое свое отечество, но не имели никакого боевого опыта. По сути дела, в течение нескольких столетий Балагария находилась под ладычеством Турции. Соответственно, те небольшие восстания, которые подавлялись, они не могли дать, скажем, достаточного опыта их участникам. Стоит сказать, что то восстание, немножко меняется назад, которое было в апреле 1876 года, было подавлено турками. И знамя осталось неудел до следующего года, когда царь объявил войну Турции. Наш Александр Второй. И вот тогда как раз гласные, знамя уже было готово, повезли и вручили болгарскому ополчению. Итак, болгарская молодежь, младший офицер, младший состав сержантский, младший командный состав, то есть унтер-офицеры, были в основном русские, украинцы, белорусы, то есть русская армия, ну и офицеры в основной своей массе, это тоже были русские. Знамя вручили в городе Плаеште третьей дружине болгарского ополчения, подкомандованием, подполковника, ой, сейчас скажу, подполковника, Калитина, подполковником, подполковника Калитина, и это знамя уже через несколько месяцев получило боевое крещение в страшном бою под городом Старозагоры. Пало несколько знаменосцев. Сколько, сложно сказать, кто называет цифру 5, некоторые источники 12, 13, мы никогда, наверное, не узнаем, сколько погибло знаменосцев, в том числе и русских, и болгар, но схватка была страшная. Турки, конечно, понимали, что значит для болгар вот этого самое знамя, насколько это важный символ, и сконцентрировали удар своих частей на как раз то место, где находилось это знамя, чтобы вырвать, чтобы уничтожить это знамя, захватить, и это прекрасно понимали и болгары. Как писал один позднее после этого сражения участник болгарин, болгары понимали, что если мы потеряем знамя, то позор пойдет на всю Болгарию. Поэтому бой был страшный, знамя несколько раз чуть ли не переходило из рук в руки, и в критический момент на коне подсколкал как раз подполковник Калитин, выхватил это знамя уже израненное, уже с перебитым древком крикнул вперед ребята, в это время мощный залп со стороны турок, падает мертвым, но знамя подхватили, удалось спасти. Александр Кивович, ну вот говоря о знамени, о флаге, не можем не вспомнить, недавно совершенно прошел у нас большой праздник в городе, День российского флага государственного, у нас есть небольшое видео, давайте посмотрим и продолжим наш разговор. Белый цвет, как символ благородства, синий означает честность, а красный смелость и великодушие, присущее русским людям. Об укреплении страны и единстве народа на праздновании Дня государственного флага Российской Федерации говорил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, поздравляя самарцев с праздником. Сегодня очень важно нам укреплять страну, воспитывать патриотизм в людях, уважение не только к стране, но и, скажем, к армии, это тоже очень важно, и вот в том числе этот праздник День флага мы всегда проводим под эгидой военно-патриотического воспитания молодежи, и мне кажется, так и надо проводить, потому что мы многое подрастеряли за эти годы, многое размылось, нам надо многое вернуть и, может быть, на новом этапе даже значительно больше усилить. Проведение такого грандиозного авиационного праздника именно в Самарском регионе не случайно. Наша область всегда была тесно связана с военной авиацией. В годы войны в Куйбышеве, запасной столицей, выпускался знаменитый штурмовик Ил-2, наводивший ужас на врага. В Сызрине находится прославленное авиационное училище военных летчиков, которое отмечает в этом году свой 75-летний юбилей. В Самарской области сформирован и работает мощный аэрокосмический кластер. Почетным гостем праздника стал главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Герой России Виктор Бондарев, который высоко оценил уровень проведения праздников в столице региона и заверил, что Самара принимает такое масштабное мероприятие не в последний раз. Должны отдать свой долг также Самарской губернии, и чтобы люди, которые здесь живут, также приходили к нам служить в армию, также учиться в наших вузах. Поэтому мы были и будем всегда здесь в Самаре. Для гостей праздника выступил заслуженный артист России Алексей Глызин. Уже второй раз Самара стала центром проведения праздника федерального уровня. И кроме главной сцены, на которой развернулся грандиозный концерт, жители могли посетить десятки тематических площадок. Полевая каша понравилась всем, особенно детям. В жизни, говорят, вкуснее ничего не ели. Кажется, как из печки она как будто. Или это у меня самообнишение такое. После вкусного обеда самарцы разбрелись по площадкам. Было где развернуться. День, посвященный государственному флагу России, это огромный военно-патриотический праздник. Здесь можно испытать свои силы в сборе-разборе оружия, изучить и сфотографироваться с уникальной военной техникой, аналога которой нет во всем мире, и пусть в холостую, но пострелять из пулемета. На праздники мне все понравилось. Техника просто класс вообще. Нет, ну я вот просто первый раз сюда пришел посмотреть вот так вот, эта техника вообще крутая. В одном из шатров предлагали даже записаться на военную службу по контракту. Женщинам не старше 40 лет и тех, кто имеет профильное образование медицинское или техническое в области связи. Таких оказалось немного, парней же записали больше сотни. Более чем хорошие результаты показывают именно на массовых таких мероприятиях, когда у людей патриотическое настроение, и они, соответственно, здесь узнают подробнее, как можно будет устроиться на военную службу по контракту. Почему хочу служить? Потому что пришел с армии недавно, и считаю, что на гражданке себя не найдут. И поэтому армия – это самый лучший вариант для меня. День государственного флага в Самаре отмечали десятки тысяч горожан. Вторая очередь набережной превратилась в один большой патриотический поток. Раньше такого у нас праздника не было. Мы очень рады, что в наш праздник такая погода просто прекрасная. Так что мы очень рады, что здесь оказались. Я считаю, что мы все должны гордиться, что мы живем в России, что у нас вот именно есть такой праздник. Кульминацией праздника стало выступление команды летчиков-виртуозов, русских витязей. Необыкновенное авиашоу завораживало публику. Люди занимали каждый клочок пространства полевого спуска. Сидели на лестницах и газонах, чтобы рассмотреть фигуры высшего пилотажа. Также самарцы увидели шоу вертолетов Ми-8. В завершении празднования дня флага над Волгой пролетел боевой самолет времен Великой Отечественной войны. Ну вот, патриотический очень был праздник такой. И флаг, герб, это же все все-таки патриотические символы. И все-таки самарский символ, самарский флаг, он какой у нас теперь? Утвержден оказался. Вот он утвержден оказался. Взята расцветка самарского знамени. Красное, белое, синее. В центре герб Самары, а на синей полоске славянскими вязями написано «Са-ма-ра». А город Старозагора, благодаря которому, собственно говоря, и родилось вот это самарское полотнище, стал побратимом Самары. В Самаре появилась улица Старозагора. Поэтому, кроме того, что это символ Самары, то еще символ русской болгарской, Самар-болгарской дружбы. Вот все эти символы, помимо вот школьного изучения, да, о котором вы предлагаете, еще каким образом мы можем позиционировать и развивать вот эту направленность? На всех крупных мероприятиях, в которых участвует Самарская область, город Самары, независимо от того, проводятся они на территории Самары или за пределами Самары, уместно показывать, уместно присутствие самарского герба и самарского флага. Если это спортивные какие-то состязания, если это какая-то культурная акция. Так или иначе, везде, где можно, везде, где это будет целесообразно и логично, должны присутствовать символы Самарской губернии, города Самары. А вот триколор, вот этот, который российского флага и самарского, там значение цветов, они сохранились или там есть какая-то вариация? Значения цветов четкого нет. Там каждый цвет, там мужество, допустим, благородство, верность, по 5-6 интерпретаций каждого цвета, в зависимости от того, кто делает интерпретацию, представитель какого государства или в какое время это интерпретировалось. Поэтому мы здесь волны остановиться, вольны остановиться на любом варианте, который нас устраивает. А есть другие города, у которых такие же цвета и такой же порядок цветов? Мне об этом неизвестно. Я думаю, что все-таки, наверное, геральдическая контора, которая сейчас действует, совет по геральдике, этот момент и учитывает, я думаю, не допустит полного повторения такой же расцветки. Как вы относитесь к тому, что, ну вот изначально, там, многие еще годы назад, у наших, конечно, людей, ну, помимо, да, времен войны, когда с красными, там, флагами серпа и молот, и все там тоже бежали и ходили, вот, американцы, да, у них всегда вот этот флаг, он на майках, там, где-то еще. Можно ли это использовать вот на, там, на трусах и майках, грубо говоря, или все-таки это, ну, муветон? Ну, я думаю, что, наверное, да, это признак дурного тона. Нужно очень корректно подходить к государственной и городской, и губернской символике, иначе просто произойдет ее девальвация, и нам будет трудно объяснить детям, почему мы должны им гордиться. Вас радует, что на сейчас большинстве мероприятий наши люди с большими флагами, стягами ходят, маленькие флажки, их можно купить, кто-то на рабочий стол Флаг – это символ не только принадлежности человека к данному государству, но символ гордости гражданина этим государством, этим городом, этой губернии. Как вы думаете, может ли такое произойти, что опять у нас поменяется флаг, поменяется герб, или уже мы успокоились в этом смысле, и наше вот сообщество историков не будет другие рекомендации давать? Я думаю, что точка уже поставлена, что нужно уважать себя. Акт возвращения исторического герба – это был как раз символом благородства, символ очищения от всего того, на основе того, что было. И прежде всего уважение к себе и к своим предкам. Я думаю, что мы достойны этого флага, этого герба. И если мы сможем сохранить, скажем, наше историко-культурное наследие, то наши дети будут уважать нас точно так же, как мы уважаем наших предков. У нас остается буквально три минуточки. Есть еще третий символ, как мы обговорили изначально, это гимн. Какой у нас гимн? Все ли его знают? И вот в этом вопросе… С гимном как раз слабее всего, и многие не знают, и слов не знают, и музыки. Но это говорит только… Мне кажется, даже про наличие не все знают. Да, но это говорит только о том, что нужно, безусловно, рассказывать об этом, начиная со школы, как минимум, не говоря про детский сад. Но со школы нужно, с самых начальных классов нужно рассказывать о гербе, нужно рассказывать о флаге, нужно рассказывать о гимне. Мы хотим растить патриотов, но давайте мы будем растить их и патриотами России, и патриотами земли самарской. Тем более, есть чем гордиться. Вы много книг написали. Есть желание, может быть, написать какую-то вот тоже на эту тему учебную именно литературу, которая для самых маленьких, для постаршей или для вузов, например, для самарских? Мы использовали материалы для написания тогда. Три автора было. Зинченко, мокрый и завальный. Мы написали небольшую книгу под названием «Символика Самарской области». Она выходила, вышло ее два издания. Она вполне может использоваться и учителями, и школьниками. Материал доступный. Кроме этого, при подготовке дневника школьника мы тоже используем материалы, которые могут доступным языком рассказать о символике Самарского края. Поэтому проблема найти материалы для учителей, для студентов, для самих учащихся, проблемы нет. Было бы желание. Но в конце концов и в интернете на официальном сайте, на официальном сайте только на официальном городской и губернской администрации есть довольно подробное описание символов Самарского региона. Ну, как телевизионщик тоже хочется спросить, может быть, документальный кино мы какое-то можем сделать? Есть ли ресурсы, да? То есть можно ли это сделать интересно и внедрить в этот материал еще какие-то исторические моменты о Самарском крае? Можно, рассказывая о том же сражении под Старозагоры, о подвиге Калитина, о том, как провожали Самарское знамение, есть и картины, показывать портреты людей, которые привезли, которые причастны к этому знамению. Есть же фотографии и Симакова, и Алабина, и Кожевникова. Я думаю, что небольшой такой ролик, запоминающийся, скажем, с хорошо расставленными акцентами, вполне можно сделать. Мысль неплохая. Я думаю, если она будет поддержана наверху, то реализовать ее вполне можно. Доступно, интересно, ярко. Спасибо вам огромное, что пришли. Очень интересные разговоры, я думаю, у нас получился. Ну, пробежимся еще раз. На гербе города Коза, на гербе области Козел. И флаг у Самары имеет триколор тоже, соответственно, горизонтальный, да, триколор? Да, сверху красная полоса, белая полоса и синяя. И на синей надпись Самара. Самара. Спасибо огромное, Александр Никефович. Созрительно прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и удовольствием. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова